Твоё кино На границе Эббинга, запятая Миссури Простите, но там же как бы два штата Нет, Эббинг это город В штате Миссури Летеватое название Видимо я сегодня плохо спала Бывает Я как раз таки сидела, смотрела И думала, что же там не так-то в переводе Где-то энд Да, где-то энд Это вот меня поправил Никита Денисов Если бы ты впервые к нам присоединился Меня зовут Аня Лета В гостях у нас Владимир Зуев, руководитель Карагандинского киноклуба Каждый четверг в 12.00 мы обсуждаем Новые или не очень новые фильмы У нас есть тематические дни Мы обсуждаем советское кино, авторское кино Казахстанское кино И вот сегодня у нас еще и новинка месяца добавилась Напоминаем, что у нас есть голосование Каждый начало месяца она запускается В группе ВКонтакте Твоё кино на Жена.ФМ И вот победили три Билборда Собственно Вова, как дела? Прошло времени не так уж и много Но мы знаем, что ты успел сходить на «Призрачную нить» Еще один фильм, который в том числе номинируется на «Оскар» Как тебе? Ну вот я за это время на «Билборды» сходил и «Нить» Ну «Нить» мне больше понравилась, если честно Это Пол Томас Андерсон, режиссер Которого мы недавно обсуждали Да, «Нить» Я буду болеть за него на «Оскаре» Хотя бы за то, чтобы он получил «Оскар» за лучшую режиссуру Ну, конечно, Гильерман Дель Торре, скорее всего, ее получит Но буду болеть за «Андерсона», потому что режиссура великолепная То есть ты продолжаешь уже несколько лет подряд Включать «Оскар» рано утром и смотреть Смотреть, как некоторые смотрят футбол, хоккей и так далее Ну, да С 2000 года я Ох, ничего себе, какой стаж-то у тебя большой Знаешь, вот мы с подругами бывало собирались Мы выдержали два или три года подряд, а потом уже как-то А потом спать А что там выдержать-то? Ну, он начинается где-то в полседьмого утра Ну, это уже сама непосредственно церемония А мы хотим еще красную дорожку А зачем ее смотреть? Это женщины, да, там эти все платья Ну, там кто какое платье надел, да, брючки там, вот это все Я ни разу не встречал еще женщин, девушек, которые смотрели бы «Оскар» утром ради красной дорожки, ради платьев Нет, ну мы же не только вот ради красной дорожки смотрели У меня нет таких знакомых Мы просто хотели вот полностью получить впечатление Атмосферу, да, как будто мы там побывали Ну, друзья, эту тему мы поднимем через две недели, 8 марта Международный женский день Так точно Все итоги «Оскара» мы подведем тоже с Владимиром Зуевым Да Сегодня у нас другая Да, сегодня мы говорим о билбордах на границе Эббинга-Миссури Так точно Эббинга, запятая, Миссури Да Ну что, время немного перевести дух Мы снова к вам вернемся, друзья Сегодня будет очень интересный эфир Друзья, обязательно заходите в нашу группу ВКонтакте «Твое кино на Жена.ФМ» И заглядывайте в группу заглавную нашего канала Новое телевидение всегда на шаг впереди Голосуйте, как вам три билборда на границе Эббинга-Миссури Ну, а мы пока, собственно, поговорим о том Вообще о самом режиссере Мартин Макдона Британец, который родился в ирландской семье Рабочего строителя и уборщицы Его брат тоже режиссер Джон Майкл Макдона Зовут его Самого Мартина Сколько? Оскар есть За шести зарядный Так называется его короткометражка Ее признали лучшим игровым короткометражным фильмом В 2006 году Да Вообще Макдона, он драматург Он писал для театров Именно поэтому у него такие великолепные диалоги И такие интересные истории Да, непредсказуемые Он знает в этом тоже Ну, потом он подался вот в режиссуру И довольно успешно Все три его фильма Надо прямо сказать Ну, и четыре, если учитывать короткометражку Они очень хороши Нет у него плохих промахов Ну, как бы Но ему мало выделяют денег Потому что фильмы тоже И снимает он нечего Такие необычные у него Кино авторское По-моему, 15 миллионов всего лишь Это бюджет трех билбордов Да, да Ну, вот видите Это что за деньги? Он за малые деньги может снять великолепное кино Просто неповторимым сценарием А какой так называемый кэшбэк? Кэшбэк 112 миллионов 320 тысяч долларов Начал Макдона с своего великолепного фильма Залезть на дно в брюги Да Я, вот, например Посмотрев все его фильмы Я все-таки считаю, что Этот фильм его лучший Если вы не смотрели Обязательно посмотрите Обязательно Несмотря на то, что там Колин Фаррелл снимается Да, даже это не испортило фильм Даже Колин Фаррелл А что, Колин Фаррелл портит фильмы? Володя не любит Колина Фаррелла А, понятно Ну, как сказать Иногда все зависит не от актера Когда хороший режиссер У него даже Икпосредственно актер играет У него даже Роберт Паттисон может сыграть Хороший актер, что ты? Нет, не знаю Блин, не знаю А вот я смотрела «Семь психопатов» Мне очень понравился когда-то трейлер И вообще музыка, которая там звучала Опять же Колин Фаррелл там играет Да дело не в Колине Фаррелл Понимаешь? Да дело Дело в сюжете вообще в самом Но я, конечно, ожидала большего от этого фильма Но он мне все равно понравился Такая сумасшедшая история Я вот не досмотрел Я что-то как-то включил его И, видимо, был уставший И подвоснул под этим Ну, так скажем Это прям такая Такая черная комедия, да? О, сценаристик Мне очень нравится данный жанр Ну, вот как-то Я пересмотрю обязательно Заново Тут скорее вот что-то, знаешь От самого Макдональда Он что-то еще сам хотел сказать Там мало философии, на самом деле Да Меньше, чем, например В тех же Билбордах Или гораздо меньше, чем В «Залечь на дно в брюке», Который... Фильм, он криминальный Комедийный Но он философский До, ну, просто невероятной степени Драматичный Да Да, друзья Ну, вот так вот Мало фильмов Мартина Макдона снимает В следующем выходе Мы уже начнем Обрабатывать Три Билборда На границе Эббинга-Миссури Ну что же, в сентябре Почти для всех фильмов Братьев Коэн Угу То есть, и вот стиль Как снимает Макдона Большой любовь, кстати, в его списке Как снимает Макдона Он снимает в стиле Братьев Коэн Если я не знал бы, что это Снял именно Макдона Фильм «Три Билборда» Я бы подумал, что это они Но согласитесь, вот эта вот Глубинка американская Ну да Ковбойская атмосфера Тредний запад Ну вроде время наше Но все равно там еще Сохранились какие-то Вот эти вот привычки Мобильники, лягушки Да, ну то есть Стиль Братьев Коэн И я совсем не удивился Когда он взял на эту роль Именно Фрэнсис Макдорманд Потому что Именно она является Женой Джоэла Коэна То есть, ну Он сказал, что Если бы вот не согласилась Фрэнсис Это все, это была бы катастрофа Но муж ей сказал Заткнись и сделай это Как написано в статье Да, буквально Вот так Слово-слово Потому что, видимо Он прочитал сценарий И понял, что это Ну сто процентов Ну а он же шарит Он шарит вот этими Да, да Ну как мы уже сказали Фильм окупился 112 миллионов Заработал На бюджете В 15 миллионов долларов Возраст рейтинга 18 плюс Эрочка Час 55 Есть с титрами длительность Без титров Он там час 47 или 49 Вот так Нормальный хрон Фильм пролетает Потому что там Очень много событий На самом деле происходит Очень много тем Он поднимает Там, в принципе, не заскучаешь Фильм уже получил Золотой глобус Да, и всяческие Другие награды За лучшие фильмы Лучшая женская роль Лучшая мужская роль Второго плана И лучший сценарий Ну что говорят прокатчики А потом зачитаем Кто кого играет Спустя несколько месяцев После убийства дочери Милдред Хейс Преступники так Преступники так и не найдены Отчаявшаяся женщина Решается на смелый шаг Орендуя на въезде в город Три билборда С посланием К авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоби Когда ситуацию оказывается Втянут еще и заместитель шерифа Инфантильный маменькин Сынок со склонностью к насилию Офицер Диксон Борьба между Милдред И властями города Только усугубляется Так вот Фрэнсис Макдорманд Замечательная актриса Сыграла эту самую Милдред Хейс Шефа Шефа Уиллоби Шерифа Уиллоби Сыграл Вуди Харрельсон Сэм Рокуэлл Того самого Диксона Нестабильного Джон Хоукс Играет бывшего мужа Милдред Чарли Питер Динклейдж Всем известный По Игре Престолов Играет Джеймса Друга Милдред Ну и А его там вообще По имени называют в фильме Нет Я что-то не помню Нет Ну и есть у нас Тут еще Я думаю стоит отметить Эбби Корниш Она играет Анну Мужу Жену простите Молодую Да 19-летнюю А нет Все понял 19-летняя Это вообще Это Самара Какая-то Пенелопа Самара Пенелопа Да И здесь есть еще Желько Иванек Который играет Тоже одного из полицейских Ты отметь Вот Как его Кали Лендри Джонс Он сейчас Играет почти у всех фильмов Он На Оскаре Там несколько фильмов С его участием В принципе Он играет Эпизодические роли Да Он рекламное агентство Которое сделал Эти билборды Там поставил А там Замечательно Паренек шикарный Он проч Фильм тоже номинируется На лучший фильм Он там тоже Гениальную роль сыграл Это тоже Мастер эпизодических ролей Всех Кого ты прочитала сейчас Это все мастера Эпизодических ролей У них практически Нет главных Ну Главных ролей И они Вот Где бы они Не играли Они всегда Заметные Они всегда яркие Потому что он и собрал Вот этих ярчайших персонажей Это половина Основного состава Вообще всех фильмов Мартина Макдоны Я половину этих людей Видела в себе Психопатах Хорошо Макдорманд Она всегда тоже В эпизодических играет Ну У нее Есть Оскар За главную женскую роль В фильме Фаргу 96-го года Она получила Ее за фильм Братьев Коэн Ну Там она тоже Не сказать что Главная роль Там все были Главные роли Но ей дались Потому что женская роль Была ее главной Да Сэм Року Эпизодическая роль Буди Харрисон Всегда снимается В эпизодах И здесь он Вывел их всех Как бы на главную Роли Все они великолепны Они себя Наконец-то Показали Проявили в полной мере Он дал им эту возможность Да, друзья Ну что же Мы продолжим обсуждение Уже через несколько минут Ненадолго отлучимся И обязательно вернемся Итак, три билборда На границе Эббинга Миссури Сегодня у нас в гостях Владимир Зуев Аня Летта И Нигит Денисов Принимаем в гости Нашего товарища Коллегу И тоже любителя Киномана Что называется Уже не первый раз И мы очень рады Что Вова согласен Быть с нами Вот в нашей программе Пришло время Я думаю поговорить О главной героине Милдред Хейс В исполнении Фрэнсиса Макдорман Женщина Потерявшая Дочь Анжелу Которая была Просто зверским способом Убита Сколько? Семь месяцев прошло Ни одного ареста Расследование Насколько понятно Из сюжета Забросили И вот она решает Как раз эти три билборда И выставить С обращением Как так можно Шериф Уиллоби Никаких арестов А ведь она умерла Мученической смертью Ну это так вот Вольный перевод Что называется Там гораздо Все жестче было Она Ну Допустим Сколько героиней Ну за 40 точно Потому что Самой Милдред Она постарше И от нее ушел муж Ушел Наверное Как мне показалось Еще и потому что Новая пассия у мужа Молоденькая Красивая Там не знаю Элементарно С макияжем Милдред Да, они у него были Жестокий Весьма Как в сцене Со стоматологом Уважать или бояться Таких женщин Ребят Макдону вообще Жестокий режиссер Да Он любит жестокие моменты Ну Никита Ты что скажи Так По поводу Уважателей Бояться Конечно Уважать Это женщина Которая идет Вообще Она пошла Против системы В своем городе Да Хотя Это Это Не было показано Очень пошло В плане того Что весь город Не ополчился Против нее У нее были Товарищи Которые тоже Сторонники Понимают Ее темнокожая Коллега Кстати по-моему Это она Держит лавку А как раз Главная героиня Там работает Ну не суть в этом Ну да Да вот Жестокость По отношению К стоматологу Которая Ну это красиво Ну какой кошмар Что такого-то Ну нет Она могла бы Я не знаю Заехать Ему по челюсти Ну не так Она приняла Вот такое решение Это было прикольно Кстати Было прикольно Как это Обставили потом То есть Сцена после того Как шериф Приходит в лавку Главной героини И спрашивает у нее А не ты ли это сделала Нет ее Нет нет Стоп стоп У нее Подействовал наркоз Общий Не общий Местный наркоз Для На вакейн Для лечения зубов Да на вакейн Нет это не я Было всего Густоватолога Вот таким вот голосом Такой Мимикой Отсутствует полностью И это было Очень комично И очень смешно Кстати есть где посмеяться В этом фильме Несмотря на все трагичные сюжеты Да Это трагикомедия Да Мартин Макдонна этим и отличается Это его фишка Он тем и стал популярен То что он может снимать драму С элементами комедии Но как мне показалось Для такой драмы Слишком много комедий Было Особенно в начале фильма Не знаю Ну а вот что думаешь Насчет вот главной героини Или Или самого шефа Вы убили Ну как зритель Зритель он всегда Когда смотрит фильм Зритель всегда становится На сторону Обиженного Да Униженного Оскорбленного человека Поэтому Ну соответственно Нам не дали особого выбора Естественно Я болел за нее Конечно Как и все Ну потому что У нее случилась вот эта трагедия И естественно Что бы она там Не сделала Ты ей прощаешь Потому что Ну бездействует полиция Как это часто в принципе бывает И не важно Что фильм снял в Америке В Америке У нас Вполне Еще хуже могло произойти На самом деле Давайте говорить И все темы Которые там поднимаются В этом фильме В принципе Они близки для нас Это где-то далеко Там в Америке Где-то там в Миссури Это неправда Он сам англичанин Но он снял фильм Для всего мира И Это могло К сожалению Произойти Или произойдет Не дай бог В любой вообще точке Но вот В фильме Очень много моментов Очень много таких моментов Которыми режиссер Манипулирует Мне не нравится Это в фильме То есть Там есть момент С олененком Вот этим Который вышел И был монолог ее Ну Фрэнсис Макдорманд С олененком Есть какие-то вещи Ну то есть Когда вот этот Герой Сэма Рокуэлла Как его звали Полицейский Он был такой Женненавистник Там этих Негров бил Потом Коп-расист В общем ужасный человек И тут он в момент Прочитав письмо От шерифа Да Посмертное письмо И он Полностью меняется Одновременно Но его же изменил Еще и пожар Его изменила больница Ну там письмо Больше его изменило Конечно Не но письмо было Все-таки раньше Не меняется Хотя он по-моему Читал письмо Во время пожара Он читал письмо Когда пожар Он изменился В тот момент Когда он спас Вот эти документы От пожара Вот было Ну так Так конечно Не делается Мне Ну то есть Ну ладно Так делается Но Ну ладно Не для авторского Не для авторского Да Вот именно на массу То есть фильм снят На самом деле В стиле Побега Шевшенко Зеленой Милли Фореста Гампа И других Он будет жить Еще много-много Десятилетий Этот фильм Как и те фильмы Ну это социальная картина Вполне себе социальная Как мне кажется Но это именно Попсовость Которую не допускают Себе авторские режиссеры Он чуточку По моему мнению Прогнулся Под Оскар Под систему Америка Он сам-то прогнулся Ну ладно Не будем Слушай Ну фильм уже Он Фильм снимается С пятнадцатого года По-моему Да Вот Ну в пятнадцатом году Не было вот этих Историй в Голливуде Я не имею ввиду Про женщин Я имею ввиду Про то Что он пытается В каких-то моментах Музыка Про штампы Да Именно штампы Что не было в Брюге Скажем Залечь на дно в Брюге Никаких штампов Семь психопатов Тоже никаких штампов Но сейчас он понимает Что Оскар Ему не добиться Без вот этих Каких-то штампов И признания Всеобщего Не добиться Ну попытка С помощью именно Вот этих штампов Хорошая такая попытка Братья Коины Никогда себе Этого не позволяли Но Оскар взяли С фильмом Старикам Здесь не место Где нет ни одного момента Которым бы он Манипулировал Зреть Ну что же Время покажет Мы пока ненадолго Отлучаемся Оставайтесь с нами Итак мы продолжаем Друзья Обсуждать картину Мартина Макдона Три Билборда На границе Эббинга Миссури Вместе с Владимиром Зоевым Ну вот мы поговорили О главной героине Ребят да Милдред Хейс Которая потеряла дочку И предлагаю Вот вообще Порассуждать О полицейских Шерифе Уиллоби И его помощники Офицера Диксоне Которых играет Вуди Харльсон Соответственно И Сэм Рокуэлл Ну мне кажется Справились с ролью Они хорошо Вуди Харльсону Не привыкать Он всю жизнь копов играет Особенно последние годы Так что Ну был еще Тренер Алкоголик В голодных играх А господи Да Можно вспомнить много Он снимался И в романтической комедии С Джастином Тимберлейком Самый легендарный Конечно Его фильм И где он сыграл Главную роль Это Народ против Ларри Флинтон Да 96-го года Если я не ошибаюсь Ну все-таки Вот этих полицейских у него Очень хорошо Полица у него Ну в этом фильме Он прям Он может и злодеев Кстати играть Да Он играл в семьи психопатов У того же Макдоны Стабильного эмоционального Гангстера Здесь он играет полицейский Ну прям Ну такой тоже Не знаю Макдонан навешивал Какие-то клише на них Он прям Святой полицейский Святой Человечный У него просто есть Свои проблемы Которого просто любят Ну все любят Все окружающие Понятно за что Милдер так относится Почему она Покусилась на хорошего человека Да Покусилась Она же в этих билбордах Ну прямом тексте написала Что К нему обращайте В чем проблема Шериф Он у него и спросил Кто его спросил Почему вот именно он Ну кто-то должен Он же шериф Да Он же здесь начальник Кто-то должен Да Кто-то должен за это отвечать Более того Он был не против Мягко говоря Мы сегодня без спойлеров Вот герои В Иде Харрисон И Сэма Роквилла Они такие вот Антиподы друг друга Один вот Хороший Один шериф Начальник Хороший Человечный Да Ведет дела Наверное правильно А Сэм Роквилл Он такой вот Иду говорит Помогать людям А сам идет Кого-то убить Вот такой подмастерье Который вот Немножко Нигилизмом даже Попахивает Вот таким Естественно Он По характеру Совершенно другой Он грубый Он может Ударить Он может Обозвать Он может Угрожать И прочее Да И злоупотреблять Своими полномочиями Это еще одна проблема Который Ему тоже повесили Все клише Всевозможные клише Он не любит Черных там их бьет Не любит там Ну не признает Женщин Там закон Особенности Но слушает Советы мамы Ну так же Маменький сынок Ну то есть На него навешали Все что можно Было навешать Ну как он быстро От этого избавляется Это конечно Меня удивляет Под музыку Такую Как будто Хор Церковный Ну да Там Показательная Вот о чем я и говорю Что очень Ну так Музыка И очень на эмоции Людей Влияет Ну Макдона Ну все равно Это сделано Очень клево Красиво Красиво Мне знаете Еще что понравилось Вот я за эфир Я до эфира Даже слов этим поделилась Персонажи ругаются Да Ругаются Обзываются В общем Ну мы поняли Музыка Это так Смешно Да Нет Но смотри Когда происходит Вот сцена с шерифом И с Милград Вот я сейчас спойлерить не буду Но Никита Слово меня поймут Первая сцена с шерифом Когда она поняла Что с ним что-то не так Что ему плохо Они оба извинились в лице И она его спрашивает Врача позвать То есть вместе с тем Персонажи относятся Друг к другу С должной Как бы С особой Гуманизм Знаешь Для чего Макдона Макдона Все знает Он этот Как я уже говорил Он пишет Для Для театра Да И он манипулирует Твоими эмоциями Он тебя поймал Он просчитал тебя Опять же на этом А Володю не поймал А тебя поймал Там были и другие моменты Например Когда очень сильный момент Когда дочка уходит Ну мать не дала ей машину Да Дочка злится Когда ее убили В тот вечер Она говорит Пусть меня Да В сердце Говорит Пусть меня Вот Убьют Изнасилуют Убьют А мать говорит Да Пускай тебя изнасилуют Пускай тебя убьют И действительно Так и произошло И вот она не может Себя простить Из-за того Что она это высказала Это тоже манипуляция Зрителем Просто ну обычно же как Да Если персонаж Козел Значит он козел до конца А здесь Есть нотка гуманизма И очень хорошая Просто есть определенные Режиссерские шаблоны Сценарные шаблоны Которыми пользуются А мы девочки Мы обсуждаем Три билборда На границе Бингомиссури О классно я правильно Началась говорить Название фильма Да В общем Мартин Макдон Режиссер Который снял Залежь на дно В брюге Семь психопатов Ну наверное Вопрос последний Будет таким Чему стоит смотреть Этот фильм Не только же Потому что Его там Чет на Оскар Собираются Да у нас по-моему Никто и не обращает Внимания Че там где-то Фильм получил Ну фильм Поднимает Очень множество Вопросов Вот Фильм актуален Наверное Для любой стороны Для любого времени Не только для нашего Теперешнего Фильм Просто как Просто как Киноискусство Он очень богат Там Очень хорошая Режиссура Великолепный сценарий Вы ни за что Не догадаетесь Что будет там Через 10 минут Происходить Это интересно Фильм Открытая концовка Хоть он и авторский Да Там он Много шуток Много юмора Много драматизма Много музыки Много картин Вот этого Миссури Очень Достаточно красивых И Этот фильм Будет жить Еще очень много лет Я говорю Он Встанет на уровень Побега Ишевшенко Зеленой мили Фореста Гамба То есть Фильмов на Большого зрителя Которые вроде Они как и Чуть-чуть Относятся К архаусу Каким-то образом Чуть-чуть Но с другой стороны Их Может смотреть Ну Каждый Ну зритель Подкованный Мне кажется Зритель этого Этого Фильма Притом Он еще Думающий Анализирующий Потому что Я вот сейчас Просто опять перечислю Да список Небольшой список Вообще проблем Которые он поднимает Да Это бездействие властей Это проблема Расизма Это проблема Злоупотребления Полномочиями Служебными Это вообще Проблема Человеческих отношений Ну тут более расширено Морали Там Морали Да Морали То есть человек Может заглянуть в себя И задуматься Каков я Что мне можно Поменять себе Как бы я поступил В такой ситуации И возможно Он будет уже Когда будет Он в каких-то Определенных ситуациях Он будет знать Как нужно Разобраться В себе Слушай Не отбавить Не прибавить Я вообще не знаю Что можно добавить К тому Что уже сказал Володя Да Даже знаешь Мне очень понравилось То что там Операторский Было очень много Различных Планов Даже был Когда герой Саморокуэлла Врывается В типографную Вот эту Организацию Которая Занималась Билбардами Все снято Одним кадром Одним дублем Да Кстати Как он поднимается По лестнице Как он там Действует его В стиле Бёрдмэна Немножко Да Даже это Все Съемка безупречная Когда фильм начинается Просто музыка звучит Показывают эти билбарды Еще когда на них Не было Вот эти Тексты нанесено И вот эту местность И уже было понятно Что фильм хороший И что он получит Оскар Даже без слов Без актеров Без ничего Просто Вот как он начинается Уже видно Что фильм хороший Поэтому обязательно Посмотрите Если не успели в кино То ждите качества Плохое качество Уже есть Уже есть Уже есть Ждите идеального качества Кого получить Настоящее наслаждение Не испортить впечатление От просмотра Как вот эти пиратки Смотрят люди Так не надо Между прочим Нормально все Да Ну что же Мы смотрим на качество проката Совместно с нашими коллегами Тикетон Подводим итоги Сейчас поделимся Несколькими сборами Картина Лед российская В прокате идет Две недели И уже собрала Почти 45 миллионов В тенге 50 оттенков свободы Джимса Фаули Куда без них Две недели Тоже в прокате 309 миллионов Почти 310 О господи Ладно Ну Черная пандера Черная пандера Одна неделя В прокате И 178 миллионов Тенге Понятно Ну не убавить Не прибавить Вот так вот друзья В следующем ролике Поделятся подробнее Наши коллеги Ну а мы передаем Вахту зеленой волне С вами были Никита Денисов Аня Лета И Владимир Зуев Увидимся Пока